Здравствуйте! В эфире итоговый информационный выпуск «Еселяк Парад» и в начале коротко о главном. В областном центре прошел круглый стол, где энергетики ответили на наболевшие вопросы потребителей и дали ряд разъяснений. Подробности в выпуске. В Петропавловске стартовали съемки исторического сериала «Макжан Жаралэ Жолбарес». В атмосферу кино окунулась и наша съемочная группа. Последний важный экзамен сегодня сдавали выпускники школ Североказахстанской области. О том, как прошло это событие в средней школе-комплексе национального возрождения номер 17, узнаете в выпуске. На 34-м заседании Совета иностранных инвесторов Касым Жамар-Токаев провел встречу с Гэри Нейглом, генеральным директором Гленкор, одной из крупнейших в мире компаний в сфере торговли сырьевыми товарами. В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы декарбонизации экономики, отдельные аспекты деятельности компании в горно-металлургической и энергетической отраслях Казахстана. Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения экологических норм и внедрения передовых технологий в производстве. Генеральный директор проинформировал президента о результатах работы Гленкор в Казахстане и о планах на предстоящий период. Премьер-министр встретился с руководителями французской нефтегазовой компании. Встреча прошла в рамках 34-го пленарного заседания Совета иностранных инвесторов. В ходе беседы со старшим вице-президентом Total Energy SE Жульеном Пуже обсуждались деятельность компании в нефтегазовом секторе Казахстана, реализация проектов ветроэнергетики и декарбонизация экономики, мировую макроэкономическую ситуацию, взаимодействие с международными финансовыми организациями, планы Казахстана по выводу в мировой рынок капитала обсудили с Яном Тавронским, президентом компании «Морган» в России и СНГ. Депутаты в Сенат избираются от вновь образованных регионов. Однако это не означает расширение Верхней Палаты парламента. Маулен Ашимбаев прокомментировал соответствующее положение конституционной реформы. Самое главное, чтобы депутаты завоевали доверие народа. Главный вопрос в том, что Сенат и Мажелисы должны выполнять свои функции. Необходимо реализовывать свою компетенцию. Под председательством Спитера Сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание Палаты, где сенаторы приняли ряд законов, в том числе направленные на улучшение качества жизни людей с инвалидностью. В случае подписания главой государства закона, люди с инвалидностью по слуху в суде смогут бесплатно пользоваться услугами специалиста жестового языка, а также использовать сурдотехнические и тефлотехнические средства. А людям в одиночку, воспитывающим детей с инвалидностью, либо имеющим на попечении совершеннолетних лиц с инвалидностью, будет оказываться безвозмездная юридическая помощь. Уполномоченный орган в области социальной защиты населения будет наделяться компетенцией по разработке и утверждению порядка назначения внештатных советников, министров, акимов районов, городов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы по вопросам инвалидности. Казахстан играет особую роль в решении глобальных вопросов в ООН. Об этом заявил первый заместитель генерального секретаря организации Амина Мохаммед. В ходе своего первого визита в Казахстан. Проблема глобального потепления актуальна во всем мире. В этой связи Казахстан также может внести свой вклад в решение проблемы. К 2060 году важно сократить количество выбросов углекислого газа в атмосферу. Итоги референдума показали новый уровень социальной консолидации. Об этом заявил вице-премьер Еролет Тукжанов в центральном офисе партии Аманат. Ответственный секретарь политической организации Асхат Уралов заявил, что в стране укрепляется институт демократизации. Необходимо решать такие проблемы, как земельные споры, несправедливость и произвол правозащитников. Это означает, что перед правительством стоят новые задачи. Основная цель – создание постоянных рабочих мест и повышение уровня доходов населения, качества социальных и медицинских услуг. В целях улучшения показателей качества электроснабжения Министерством энергетики ведется разъяснительная работа, направленная на улучшение надежности и качества электроснабжения потребителей. В областном центре прошел круглый стол, где энергетики ответили на наболевшие вопросы и дали ряд разъяснений. В целях повышения надежности качества электроснабжения Министерством энергетики утверждены нормативные значения показателей надежности электроснабжения. Основная оценка конкурентноспособности страны базируется на результатах индекса глобальной конкурентноспособности Всемирного экономического форума. Формируется он из 114 показателей, 34 из которых рассчитываются по результатам статистических данных, а остальные по результатам опроса руководителей средних и крупных предприятий страны. В целом по Североказахстанской области потребителям выдано 618 технических условий, 427 из них – это новые объекты. Энергопредприятия, а именно энергопередающие организации, до 20 января нам предоставляют расчеты, а также данные показатели. В этом году АО «Североказахстанская РЭК» по САИ-ФИ имело значение 2.1, а по САИ-ФИ – 3.2, то есть находились в норме. По Южноурадской железной дороге у нас отключений за прошлый год не было, поэтому данные показатели по нулям. За 4 месяца в Есильский район привлечено более 2 миллиардов инвестиций. В планах провести водоснабжение в 13 сел. Между тем, острой проблемой остается нехватка квалифицированных кадров. Ремонт внутрипоселковых дорог и развитие предпринимательства – эти и другие темы поднимались сегодня на брифинге в региональной службе центральных коммуникаций. Есильский район реализует горнодобывающую и обрабатывающую промышленность. Строительный пщебень, производимый местными предприятиями, имеет спрос во всех уголках северного региона. Так, за 4 месяца в район привлечено 2,1 миллиарда инвестиций. Особое внимание местной власти уделяют развитию индивидуального предпринимательства. Согласно данным, розничный товарооборот за 4 месяца составил 1 миллиард тенге. В сфере обрабатывающей промышленности, надо отметить, что имеется положительная динамика роста – 23,1%. Общий объем составил 875 миллионов тенге. В сфере предпринимательства работает по району у нас 456 индивидуальных предпринимателей. Всего субъектов малого и среднего бизнеса у нас составляет 842 единицы. В Есильском районе наблюдается дефицит кадров по специальностям механизатор, агроном, ветеринар и бухгалтер. Вакантные места имеются, отмечает Медед Оспанов. Основная задача – привлечь квалифицированные кадры в сельскую местность. В районе два колледжа, которые также проводят работу по переобучению, по квалификации. Сельхозформирование напрямую сами выходит уже для того, чтобы получить кадры. Направляют на эти краткосрочные обучения, чтобы получить образование и в дальнейшем будет трудоустроено. В сельской местности злободневной темой остается вода. На сегодняшний день групповой водопровод проведен в 19 селах. В этом году местные власти планируют обеспечить водоснабжением 13, а также отремонтировать внутрипоселковые дороги в четырех населенных пунктах. Тамерланд Любаев, Анатолий Белонок, Служба новостей. С начала 2022 года в северном регионе зарегистрировано 23 лесных пожара. Это на семь больше, чем в 2021. Материальный ущерб превысил 44 миллиона тенге. Шалости детей и неосторожное обращение с огнем – это основные причины возгораний, отмечают пожарные. Особенно с приходом летнего периода, когда тополиный пух буквально завалил каждый уголок. Только за последние сутки спасатели зарегистрировали 12 случаев возгорания пуха с переходом на сухую траву – 8 в областном центре и 4 в районах региона. Самое большое возгорание произошло вчера на территории так называемой тополиной рощи, близ села Заречный. Информация о пожаре на пульт 101 поступила около 20.00. За 10 минут огнеборцы прибыли на место. А ликвидировать возгорание удалось ближе к полуночи. Жертв и пострадавших нет, виновных пока не нашли. Отдачное горение, мы вчера потушили все, все прошли, все обошли, признаков горения, тления обнаружено не было. В первую очередь служба пожаротушения превратила угроза с переходом на дачное общество «Искра». В первую очередь мы их превратили, переход возгорания тополиный пуха и травы, а потом уже приступили к тушению. В рамках полицейской акции «Стоп ДТП» к административной ответственности привлечен мужчина, управляющий мотоциклом в нетрезвом состоянии, не имея при себе водительского удостоверения. Это статья 68, часть 6, административный кодекса Республики Азастан. Знаете, за это что будет? Административный арест за 15 суток. Данный факт выявлен в селе Ивановка Акаинского района. Участковым инспектором полиции был остановлен мотоцикл «Иш-Юпитер-5» под управлением 46-летнего сельчанина. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате по данному факту собран административный материал и направлен в суд для принятия решения. Санкция статьи предусматривает административный арест. Похожий случай, но с трезвым водителем мотоцикла, ранее лишенным водительских прав, был выявлен сотрудниками городского батальона патрульной полиции в областном центре по улице Панфилова. Вот ставлю без решения. А почему тут я лишен страх управления? Вы же водительских лишены? Да. То есть, если водительских лишается, это автоматически лишается управление. С 8 июня управлением местной полицейской службы Департамента полиции Североказахстанской области проводится акция «Стоп ДТП», направленная на предупреждение грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе со стороны водителей двухколесного транспорта. Активизированы рейды, в ходе которых ведется профилактическая работа именно среди этой категории водителей. Отдельно усилена работа по разъяснению правил езды на скутерах среди несовершеннолетних. Проводятся беседы с подростками и их родителями о том, что дорога – это участок повышенной опасности, и для безопасности необходимо знать и неукоснительно соблюдать все правила. Правила управления мопедом представляются лицам, достигшим 16-летнего возраста. Пункт номер 7. Водителям велосипеда и мопеда запрещается ездить, не держать за руль хотя бы одной рукой, перевозить пассажиров, перевозить груз, который выступает более чем на 50 сантиметров, по длине или ширине, за габариты или груз мешает управлению. Вот такие простые азы хотя бы ваши дети должны знать при покупке мопедов, скутеров. Это, конечно, все зависит от вас, родителей. За два дня акции «Стоп ДТП» на дорогах области выявлено 719 различных нарушений правил дорожного движения. Из них 112 фактов нарушения скоростного режима, 71 – неиспользование ремня безопасности, 12 – создание аварийной обстановки. Со стороны пешеходов зафиксировано 174 нарушения, со стороны водителей мототранспорта – 15. Кроме этого, за управление авто и мототранспорта в состоянии опьянения задержано 9 водителей. Областная акция «Стоп ДТП» продлится до 19 июня. Однако работа по предупреждению грубых нарушений правил дорожного движения и аварий среди водителей двухколесного транспорта продолжится в течение всего сезона. За пять месяцев на дорогах региона зарегистрировано 96 ДТП, в результате которых 15 человек погибло и 142 получили ранения. Кирилл Потемкин при содействии областного департамента полиции. В Петропавловске стартовали съемки исторического сериала «Макжан Жарале Жолбарес». Кинокартина повествует о жизни и творчестве великого казахского поэта Макжана Жумабаева. Режиссером выступил Дархан Саркенов, а сценаристом стал Канат Рамазан. В атмосферу кино окунулась и наша съемочная группа. Съемки сериала «Макжан Жарал Жолбарес» по заказу национального телеканала «Казахстан» начались 10 июня. Кинолента будет состоять из четырех серий по 50 минут. По словам режиссера, в картине будет отражена юность Макжана Жумабаева и его становление как великого поэта. А это значит, что четыре серии охватят 6-7 лет жизни Макжана. Для раскрытия лирического характера отношений Макжана Жумабаева с друзьями в 1915-1921 годах мы добавили девушку по имени Гульсу. С этим персонажем развивается линия лирической любви. Мы это иллюстрируем. Основная линия, разумеется, полностью основана на исторических фактах. Сценарик сериалу написали за несколько месяцев. По словам автора Каната Рамазана, изучать исторические факты жизни творчества Макжана было непросто. Перед написанием сценария он консультировался с учеными, которые занимаются этими изучениями уже множество лет. Сценарист побывал и в родном городе поэта. В целом, сериал рассчитан на юную аудиторию. Но и взрослые смогут узнать для себя что-то новое. Молодежь должна понять, как жили в те времена. Это сейчас время мира, и у большинства всё хорошо. Раньше же было совсем по-другому. Когда уже, скажем, в 21 год ты отстаивал права и свободы своего народа и переживал за его будущее. Думаю, будет хорошо, если мы сможем всё это передать нашему молодому поколению. В первый день съёмок киноплощадку посетил заместитель Акима области Ганин Нагметов. Он отметил, это честь, что съёмки проходят именно в нашей области, и пожаловал команде удачи в их нелёгком труду. Хочу пожелать съёмочной группе хороших съёмок, чтобы все ваши сценарные планы исполнились, и в итоге получился достойный сериал, на котором будет расти наше молодое поколение. Ведь Макжан внёс неоценимый вклад в развитие казахской литературы и становление страны. Помимо главного героя, в сериале будут встречаться и другие великие люди. Например, Сабит Муканов, Сакен Сейфулин, Бейбет Майлин, Мржек Эбдулатов, Амангельди Иманов и Алиби Жангельдин. Всего в съёмках принимают участие около 50 человек. Исторический сериал будет сниматься в Северном Казахстане около месяца. После съёмок в Петропавловске группа отправится в Сары-Тумар, на родину Макжана Жумабаева. Сериал выйдет в эфир этой осенью. Илья Кудряков, Нурбол Балгабеков, Адиль Нужанов, Служба новостей. Важный экзамен сегодня сдавали выпускники школы региона. Он не только повлияет на оценку в аттестате, но и определит специальность ребят. Кроме того, экзамен на знание предмета по выбору станет последним в школьной судьбе ребят. О том, как прошло это событие в средней школе комплексе национального возрождения номер 17, расскажет Адилья Кушекова. Для Урсулы Исатаевой ученица 11 класса сегодня волнительный день. Последний пятый экзамен отделяет её до получения Алтенбельга. Также Урсула – президент школы и обладательница медали Ельбасы. В планах стать окулистом. В будущем я хочу поступить в Казахский национальный медицинский университет имени Асфинзьярова, который находится в городе Алматы, и стать успешным врачом. В предыдущие четыре экзамена я сдала на отлично. Я считаю, что это испытание, которое я пройду успешно. Вместе с Урсулой экзамен сдают 80 учеников. Он начался в единое время – в 10.00. Задание выпускники должны выполнить за три часа. География стала самым популярным предметом по выбору учащихся. Это очень сложный этап, который прошли наши дети вместе с своими педагогами. Конечно же, при поддержке родителей. Поэтому очень важно сегодня, чтобы у них были на завершающем этапе соответствующие оценки их знаний. Как отметили в Управлении образования, всего в Североказахстанской области более трёх тысяч выпускников. Для них с 27 мая по 10 июня проходят государственные экзамены. На сегодняшний день на высшую школьную награду Алтенбельге претендует 138 выпускников. Самое большое количество в городе Петропавловске – 34 претендента. И наибольшее количество в средней школе национального возрождения номер 17 – 11 человек. Уже сегодня будет известно количество обладателей аттестата об общем среднем образовании и знака Алтенбельге. А в скором времени выпускники сдадут единое национальное тестирование и станут абитуриентами высших учебных заведений. Адилия Акушекова, Михаил Казначеев, Служба новостей. В этом году отмечается 100 лет со дня рождения советского лётчика, штурмовика, генерала-майора авиации, героя Великой Отечественной войны Талгата Бедельдинова. В честь знаменательной даты в Петропавловске состоялись военно-патриотические игры. Участие приняли воспитанники клуба «Жасарбас» и учащиеся областных школ. Подробности далее. Справедливость, смелость и упорство. Качества которыми должен обладать любой солдат. Ведь он защитник государства. Его щит и меч. Так, в честь столетия со дня рождения лётчика-штурмовика Талгата Бедельдинова в Петропавловске состоялись военно-патриотические игры. Организаторами мероприятий выступили городской детско-юношеский центр внешкольной работы и областной союз ветеранов Афганистана и локальных войн. Сегодня у нас направление военно-патриотическое. Именно нашему генерал-майору лётчику Бедельдинову, который участвовал в годы Великой Отечественной войны, чтобы дети понимали и знали, что такое патриотизм, что такое те наши дедушки, бабушки, прадеды, которые воевали в годы Великой Отечественной войны и которые, не щадя своей жизни, дали сейчас мир нашему народу. Свои навыки демонстрировали ребята в возрасте от 10 до 13 лет. Многие из них – воспитанники клуба «Жас Сарбас», а некоторые представляют свои школы. Всего за звание лучших соревнуются шесть команд. Им предстоит пройти полосу препятствий. Я участвую в спортивном многоборье. Пришла сюда, чтобы занять первое место. Надежда за это. Я участвовала во многих соревнованиях по разным дисциплинам. Сегодня также буду. Надеюсь на победу. Я сегодня участвую на этих соревнованиях. По эстафетам бегаю, бегать, прыгать. Победители будут награждены кубками и грамотами. Стоит сказать, что в Северном регионе действует более 400 детских военно-патриотических клубов. Там ребята познают основы начальной военной подготовки и обучаются технике безопасности. Тамерланд Леубаев, Михаил Казначеев, Служба новостей. В Назарбаев интеллектуальной школе Петропавловска состоялось открытие республиканской спартакиады. Спортивные состязания посвящены памяти учителя школы Токожина Даулета Каиржановича. В мероприятии примут участие учителя ниш из разных городов Казахстана, а также команда, не относящаяся к педагогам. Кто еще участвует в спартакиаде, узнаете далее. Участников спартакиады торжественно приветствуют на построении 8 команд. Это сборные Назарбаев интеллектуальных школ физико-математического направления городов Алматы, Кокшетау, Нурсултан, Уральск, Тарас, химико-биологического направления городов Караганды и Петропавловска. Спартакиада проходит по шести видам спорта, такие как волейбол, футзал, толс-комалак, шахматы, настольный теннис и перетягивание каната. В соревнованиях принимают участие 8 команд, 6 городов к нам приехало. Соревнования будут проходить два дня. За право называться лучшими борется и еще одна команда. Это сборная средств массовой информации Североказахстанской области. Работа журналистов требует оперативности, выносливости и ловкости. А потому представители пера и микрофона стараются держать себя в тонусе. Журналисты нашего региона решили принять участие в спартакиаде Назарбаев институте актуальной школе. Мы тесно сотрудничаем с учебным заедением и любим спорт. А потому согласились на участие. Уверен, дружеский турнир пройдет на высоком уровне. Желаю всем удачи и пусть победит сильнейший. Победителям и призерам предусмотрены кубки, грамоты и памятные призы. Наталья Итова, Анатолий Белонок, Служба новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго и хороших вам выходных.